Всем привет! В эфире Дети Большого Толка! Программа с яркими событиями, интересными фактами и путешествиями. Весь мир от Барнаула, Алтайского края до простроров космоса. 11 июля, Всемирный День Шоколада. Вы любите горький, белый или молочный? В День Шоколада нужно съесть какой-нибудь, ведь шоколад на самом деле полезен. Чем именно, сейчас узнаем. Все мы знаем, что шоколад поднимает настроение и полезен для ума. Знаете ли вы, что шоколад делают из овощей? Ведь какао-бобы это овощи. Сегодня мы находимся в музее шоколадного мастерства. Здесь с помощью шоколада можно изучать мировую историю. Например, зачем индейцы племен майя добавляли в шоколад перец? Не знаете? Для бодрости. Ведь именно эти племена придумали пить шоколад. Кто первым представил шоколад всему миру? Конечно, колу. Только в Европе горький напиток с перцем мало кому понравился, и в него стали добавлять сахар. А вот первое шоколадное яйцо придумали в России. Их выпускали к Пасхе. За моей спиной статуи русалки. Она здесь в честь Александра Сергеевича Пушкина. В общем, здесь очень много интересного и вкусного. Еще немного сладких фактов. На этот раз про мед. Все знают, что его производят пчелы. Знаете вы, сколько усилий нужно для этого. Только представьте, пчела живет 40 дней, усилия посетить за это время не менее тысячи цветов и произвести одну столовую ложку меда. Для нас это просто ложка меда, а для пчелы целая жизнь. Если кто-то зевает, нам сложно удержаться и не зевнуть в ответ. То же самое и с улыбкой. Она сразительно, как и смех. Все из-за зеркальных нейронов. В нашем мозгу смысл этих нейронов. Повторять мышечную активность другого. Благодаря этим нейронам дети учатся говорить, смеяться и плакать. Если вас замучили вопросами, кем станешь в будущем, а вы еще не решили, то следующая наша рубрика для вас. В ней мы знакомимся с представителями интересных профессий, необычных, современных или наоборот древних. На днях мы с коллегами побывали в очень интересной художнице. Ее зовут Екатерина Витвинова. Она рисует портрет человека за три смешные истории. Истории тех случаев, когда судьба вторгается в жизнь людей. Рисунки получаются смешные, но тем не менее получается понять, чей портрет. Но вам, наверное, будет интересно узнать, почему она рисует портрет именно за смешные истории. Я отвечу. У человека появляется особый блеск в глазах, когда он вспоминает что-то смешное о себе. И она переносит на портрет то выражение лица с тем блеском в глазах, с которым он рассказывал свои истории. Вам интересно узнать, как она рисует такие мини-портреты? Я ей это скажу. Она рисует их в обычном блокноте, обычной ручкой и очень быстро. За время, пока человек рассказывает свои истории. И тем не менее, ее портреты словно ошивают в руках того, кого рисовали. В одной чашке кофе 200 литров воды. Но не стоит это воспринимать буквально. Имеется в виду, что пока для вашей чашки растут зерна, дерево должно потребить 200 литров воды. Еще один пример – пшеница. На два кусочка хлеба нужно 100 литров жидкости. А для того, чтобы вырастить килограмм риса, нужно целых 4000 литров. Многие замечали, что поезда гудят по-разному. Иногда тише, иногда громче. Иной раз дадут один длинный гудок, а в другой раз несколько коротких. Почему так происходит и что обозначают гудки? Будем разбираться. Мы находимся в Новоалтайске, на станции Алтайская. Ежедневно через нее проходят 2-2,5 тысячи человек. Они прибывают сюда на поездах дальнего следования и электричках. Станция Алтайская имеет важное значение. Она узловая. Узловой называют станцию, с которой поезда идут во всех направлениях Алтайского края. За моей спиной грузовой поезд. Сколько в нем вагонов, невозможно даже посчитать. Кажется, что они тянутся до горизонта. Только представьте, сколько он весит. Одно колесо – 2 тонны, а вагон – до 30 тонн. Поезд очень тяжелый, поэтому его тормозной путь составляет около километра. Железная дорога – место повышенной опасности. Здесь очень важно соблюдать правила. Спасибо, что я не понимаю. Поезда разговаривают сигналами. Один длинный означает, что поезд отправляется. А три коротких на языке локомотива – значит «стой». Поэтому возле пути нельзя слушать музыку и надевать наушники. Вы можете просто не услышать сигнал. Обязательно наушники убираем! Знаете ли вы, что рядом с железной дорогой нельзя надевать капюшон, потому что он снижает видимость справа и слева? Или делать селфи, играть и толкаться? Знание правил безопасности на железной дороге сохраняет жизнь и здоровье детям и взрослым. Нет ничего важнее человеческой жизни. Поэтому сотрудники железной дороги и транспортной полиции регулярно проводят встречи со школьниками и рассказывают им о правилах безопасности. К примеру, Алина Максимова – инженер по охране труда Алтайской дистанции пути. Взаимодействуют со школами. Алина Юрьевна, детский травматизм – это очень важная тема. Расскажите, пожалуйста, как вы с ним боретесь? Руководство Алтайской дистанции пути разработало ряд мероприятий по недопущению детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. Есть профилактические мероприятия, которые выполняются в течение года, а именно это посещение учебных заведений, где до детей дошкольного возраста доводятся нормы правила поведения на объектах железнодорожного транспорта с показыванием видеофайлов, с агитационными материалами, где доводятся до детей правила нахождения непосредственно на платформах, а также в поездах дальнего следования или пригородного следования. Также проводятся профилактические мероприятия по вандализму и такому новому течению, как зацепинг. Доводится до детей случай зацеперов, так скажем, и к каким последствиям приводит это очень опасное увлечение. Благодаря экскурсии сегодня ученики Новоалтайской школы узнали об истории станции, о том, как пользоваться информационным табло, смотреть расписание поездов, где находятся зоны ожидания и безопасные переходы, о том, что нельзя заступать за белую оградительную черту на перроне, а еще о работе транспортной полиции, которая следит за порядком. Помните, что нельзя бросать в мусор и посторонние предметы на пути, царапать и исписывать вагоны, выбрасывать мусор из окна и даже бегать рядом с железной дорогой. Таких детей мы выявляем, устанавливаем их личность, приглашаем родителей и передаем несовершеннолетних, правонарушителей безнадзорных лично в руки родителям или законным представителям. Соня, расскажи о сегодняшнем мероприятии. Оно тебе понравилось? Мне понравилось. Я считаю, что такие мероприятия очень нужны, так как мы узнаем больше о безопасности. Доброго вам пути! Так звучит пожелание тем, кто едет. Благодаря работе сотрудников железной дороги ежедневно миллионы людей отправляются в разные города по работе и путешествуют, учатся и получают посылки. А наша с вами задача – знать правила и соблюдать их. На нашей земле есть материк, который зимой увеличивается вдвое, а потом, когда лед тает, и площадь уменьшается. Это Антарктида – очень холодный полюс. Именно там построили храм по проекту барнаульских архитекторов. Антарктида – родина пингвинов. Самое сухое место на земле. А еще только представьте – это ничей материк. То есть это единственный из шести материков, на котором не располагается никакая страна. Он общий. В Антарктиде сосредоточены огромные запасы ледяной пресной воды. А еще там, как в космосе, работают ученые со всего мира. Прилетают и изучают природу. Именно там, в Антарктиде, возвели первый и единственный храм. Барнаульский архитектор Петр Иванович Анисифоров рассказал, как это произошло – от идеи до воплощения. Меня всегда завораживало строительство церквей, монастырей. То есть наша православная церковная архитектура. Самое красивое у нас в жизни – это то, что создатель наш Всевышний создал. Это природа, это уникальные-уникальные пейзажи. А потом смотрим, что же люди на этой земле создали. Церковь Святой Троицы – деревянный храм. Он вмещает больше 30 человек. Всероссийский конкурс проектов выиграл проект барнаульского архитектора Светланы Густавовны Рыбак, которая работала в творческой мастерской Петра Анисифорова. Директор мастерской Петр Иванович организовал и возглавил работу творческого коллектива. Надо сначала полететь на место и узнать все технические условия. Природные, климат, как мы не представляем, что такое Антарктида. И это только в названиях, в фильмах. И уж это такое далекое, романтическое. Петр Иванович летал в Антарктиду не один раз. Узнал, что там такие ветра, которые сбивают человека с ног. Металл и камни рассыпаются от низких температур, а деревянные строения выдерживают. Так было принято решение срубить храм из алтайского кедра и оставить отстояться больше года, чтобы в дереве не осталось ни одной щели. Затем на самолетах и кораблях алтайский кедр повезли в Антарктиду. На праздничную службу и звон колоколов пришли и пингвины, и полярники со всех стран. Мужчины там были. Загорелые в шрамах. Морозный день. И в них побежали слезы почти у всех при такой службе. И представляете, пока слеза выходит и борода-то вниз, она замерзает. Она по дороге замерзает. И они в таких сосульках все это воспринимали очень-очень торжественно. Сейчас храм в Антарктиде – одно из самых известных туристических мест. Сюда прилетают венчаться пары, несмотря на то, что добраться сложно. Здесь проводятся церковные службы. А еще в мире появилось несколько копий Церкви Святой Троицы. И все это благодаря барнаульским архитекторам, строителям, художникам и инженерам. Кто может долго не пить? Думаете, верблюд? А узнает, сколько может продержаться жира. Он может выпить 40 литров за раз, потом не пить целый месяц. На сегодня это все. Но наша редакция уже работает над новым выпуском. В нем вы узнаете волшебные свойства метеоритов. А еще как отличить настоящий янтарь от поддельного. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok